Матч начался неожиданно, стремительно и ошеломительно для ульяновской команды. На второй минуте гости реализовали первый же стандартный момент. После розыгрыша углового, несмотря на все усилия голкипера Волжан Нодери Каличава, Велес сумел счет размочить. Волга огрызнулась через несколько минут. Сергей Сорокин шикарно пробил со штрафного, угодив в штангу ворот. Быстрый гол команду гостей не успокоил. Велес доминировал на поле весь первый тайм, что вылилось еще в два забитых мяча. На 19-й минуте Саид Алиев оформил дубль, а под занавес первой 45-минутки Илья Стефанович в прыжке головой переправил мяч в ворота хозяев. Первым таймом я доволен, хоть и соперник имел преимущество во владении мячом, но это владение было в центральной зоне, опасных моментов как таковых не было, а мы в своей голевой ситуации выжили, скажем так. Во втором тайме Волга взяла себя в руки и чаще начала обострять игру возле ворот Велеса. Забить, правда, у волжан получилось на 80-й минуте. Алексея Цыганцова, московские защитники сумели остановить только с нарушением правил в штрафной площади ворот, и Денис Рахманов реализовал назначенные пенальти. Забитый мяч вселил уверенность в желто-черных, которая через несколько минут разбилась об ошибку, в результате которой Волга получила четвертый мяч в свои ворота. Точка в матче была поставлена с точки. Второй пенальти в ворота Велеса уже в добавленное время реализовал Илья Карпук. Финальный свисток зафиксировал итоговый счет встречи 2-4. Понимали, что команда хорошая, на больших скоростях не играет, организованная такая команда. Но опять-таки футбол – это футбол. Но в перерыве поговорили серьезно, сделали кое-какие коррективы, замены. В принципе, второй тайм вроде бы получился, но опять-таки на последних минут совершили ошибку. Волга закончила свой поход за Кубком России и теперь полностью может сконцентрироваться на чемпионате. Следующий матч подопечные Рената Аитова проведут на своем поле. 4 октября Волга примет футбольный клуб «Динамо Барнаул». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!